Для решения проблемы подтопления улиц власти города взялись за реализацию двух глобальных проектов. Первый – реконструкция водосборного бассейна номер один, но нахватывает огромную территорию Советского района и Ливенцовки. А еще началась разработка централизованной схемы всей ливневой канализации Ростова. В рамках исполнения контракта разработана цифровая модель местности рельефа, определены трассы коллекторов, места расположения очистных сооружений, границы водосборных площадей. Вместе с тем, при определении границ водосборных площадей установлено, что на территории бассейна номер один, территориально расположенного в Советском районе города Ростова-на-Дону, значительное влияние оказывает территория железнодорожного района, что должно быть учтено при проектировании. Очень важно в 2023 году проектирование завершить. Вы знаете, это было поручение губернатора. Вы знаете, сегодня мы понимаем, где нам искать деньги на строительство. Первый номер бассейна, я помню, сколько, но очень дорогостоящие мероприятия будут, не менее 4 миллиардов рублей. Но это абсолютно первое масштабное мероприятие в одном из районов городов для того, чтобы проблему начать решать. Поэтому уверен, что проектировать надо. Будет проект, будем искать финансирование. Еще один вопрос планерки – взаимодействие властей с национально-культурными объединениями и религиозными организациями. Сегодня Россия и город Ростов – это один из самых многонациональных миллионников. Сегодня, вы знаете, у нас проживает более 150 национальностей в городе. И в ФУФУ, у нас сегодня нет никаких сложностей. Все вопросы решаются муниципальной программой профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений. Ею предусмотрены круглые столы по межнациональному сотрудничеству, фестивали и праздники, раскрывающие традиции того или иного народа. Мигрантов стараются социально и культурно адаптировать. А теперь еще совместно с ЮФУ разрабатывается проект городского центра национальных культур на базе ВУЗа. Данный центр поспособствует реализации потенциала национально-культурных автономий, укрепить наше сотрудничество с научным сообществом города в сфере изучения национальных и конфессиональных вопросов. А вот спортивный способ единения. В День города власти планируют провести уже традиционный футбольный матч между командами администрации Гордумы и Диаспор. Анна Туполева, Алина Николаева, Владимир Савилов, Первый Ростовский.